На деревенском сходе Кудымов и премьер-министр, и спикер, и верховный судья. Вот абсолютная монархия в один миг упраздняет вековой институт самогонного арения. Продавцов в магазине будем бить, если будут дети продавать. И бабуль этих будем бить, если будут дети продавать алкоголь. Всех будем бить. Довольные крестьяне расходятся по домам, а барину пора в соседний район. Свободной земли много, есть куда расти. Буйка Великий, например, русский район скупил целиком. Ну, выкупить целый район очень просто. Ну, это может человек, даже не обладающий большими деньгами. Если человек обладает деньгами, связями, то, конечно, надо выкупить субъект. Проведя 20 месяцев в СИЗО, Буйка вышел под залог. Следствие по его делу идет, но на имидже это не сказывается. Однажды его надои были замечены на самом высоком уровне. Уловив дух времени, Буйка стал демонстрировать близость к Богу. И оказался идейным почвенником. А заодно стал еще больше перерастать землями русскими. Если сейчас не произойдет, в ближайшие годы, коренного перелома, и на землю не придут настоящие хозяева россияне, то завтра придут китайцы, чеченцы, не знаю, шведы, финны. То есть и Россия потеряет свои земли. Колхозники, те, что обожглись на русском молоке, не знают, как спастись от разорительных набегов на свои участки. Который год Буйка использует их под свою пашню. Хотя есть постановление суда. Участки принадлежат колхозникам. Мы не земельные рейдеры. Мы честные землевладельцы. Честного землевладельца Буйка недавно сфотографировали для сельской газеты. Портрет как портрет, вот только папки в шкафу его рабочего кабинета смущают. Какой такой текущий захват? Извините, мы не ослышались? Мы не земельные рейдеры. Мы честные землевладельцы.